Настал новый день и мы забрали маму с работы. Мамулечка, мы записываем видео. Смотрите, какая мама красивая, в новом пальто. С новой сумкой. С новой сумкой. Такая прям красотка у нас. Я тоже пальто надела, что-то у нас похолодало. Было так тепло, классно. Что-то сегодня это, ветер и дождь. Мы хотим вместе печь куличи в этом году, поэтому забрали маму с работы, она едет к нам с ночевкой. Сейчас мы поедем в магазин, купим все необходимое из продуктов. Что-то мы уже купили. Представляете, сегодня я такая просыпаюсь, первая мысль с утра у человека в голове. Яйца, яйца, мы не купили яйца. То есть я купила все заранее. Формочки для куличей, дрожжи, муку. Ну, потому что формочек иногда не бывает, посыпки. А яйца, думаю, в последний момент купим. И как-то я забыла про них. И с чем я сегодня такая просыпаюсь, думаю, яйца, яйца нужны. Вот, едем за яйцами, ну и там еще по мелочи. Мы заехали в магазин «Все для сада и огорода». И хотим купить семена. Маме нужны для посадки. Тут большой выбор огурчиков, помидорчиков. И вот сейчас будем закупаться. Смотри, огурец, младший лейтенант. Вот он будет вкусный. Да. Вот как вы думаете, мы хорошие взяли? Ну, самопыляемые хорошие, да. Самопыляемые все садки. Еще мы берем два дерева-облепихи. Мальчика и девочку. Вот, стоят 400 рублей. Вот это девочка, вот это мальчик. Вот. Что там Александр смотрит? Саша вообще обожает все сажать. Обожает выбирать всякие деревья, ягоды. Мне кажется, тебе нужен свой участок. Мой садовод. И я тоже люблю, но я больше вот поедатель. Когда уже все готовое, созрелое, я прихожу и с радостью все это делаю. Ем. Такая красота. Вообще. А это что такое? Это? Это береза. 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 Русская береза. На базаре. Знаете, как я беру? Что там? Черешня? А у нас есть же молодое дерево. У нас есть. Бычье сердце? Бычье сердце это помидоры. Бычье сердце. Да ладно, пардон. А уже деревья зацвели. Посмотрите, какая красота у нас тут. Запихали все деревья в багажник. Откинули, получается, кресло. Все поместилось. Дома замочим в ведре с корневином. И будем сажать. Ой, молодец. А мама еще там покупает розы. Какой цвет? Ну, она такая красная, с что-то с оранжевым. Ну, она прям букетом. Можно 2-3 веточки отрезать и дарить своим любимым. Спасибо. Это мне, да? Сколько стоит? 300 рублей. Вот, видишь, уже бутончик. Скоро откроется. Красоту навожу в огороде. Ну, и деревья, и чтобы цветы. Так, мы вовсе уже печем куличи. Время 10.40. Персей там смотрит мультики. Мы его включили. Ну, Персюшу, смотри, смотри свои мультики. Поставили ему еще детское креслице. Он с нами завтракал. Мама моет яйца. У нас 80 яиц. Тесто поставили. Сейчас уже скоро нужно будет приходить к следующему этапчику. Вот. У нас нет огромного таза, но у нас есть 2 большие кастрюли. И мы в них. Там у меня сахарок. Масло. Оно должно быть такое мягкое. Мы, блин, забыли его достать, поэтому оно сейчас у нас подтаивает. Вот, я сейчас буду взбивать желтки с маслом и сахаром. Всем привет. Как спалось? Хорошо. Я взбила масло с сахаром. Вот такая штука у нас получилась. Мамуля, осваиваем супер рецепт. Дальше нам нужно вот это все дело переместить в наше тесто. Здесь уже находятся желтки. Тут у меня рецепт. Смотрите, я даже себе подписала. В 2021 году кулич получился отличный. Поэтому, Света, ничего не бойся, все получится. Смелее. Я просто немножечко боюсь работать с дрожжевым тестом. Такая красота. У нас тут, получается, уже вкусно пахнет. Да, вкусно пахнет. Но мы еще не добавляли ванилин и изюм. Изюм мы замочили, у нас будет светлый и темный. Ты каждый год печешь куличи? Да, каждый год. Но я по другому рецепту. У меня там надо на ночь опару ставить, там утром замесить, пока все это приготовить. И, конечно, очень много времени. И вот этот рецепт намного быстрее. Вот я хочу тоже научиться печь такие же куличи, как у Света. Спасибо. Вот видите, мы друг друга учим. Что-то мама мне подсказывает, что-то я ей. А ты ешь куличи до Пасхи? Ой, нет, я люблю первый день съесть яичко и чаек попить из куличика. Почувствовать первый день праздника. Изюм помыли, уложили его, просушить надо его. Мы еще его потом немного присыпем мукой и в самом конце вмешаем в тесто. А какой вкусненький. Хороший? Это джамбо. Мы приступили к самому сложному для меня этапу. Нужно месить тесто. Нужно его хорошо вымесить, оставить еще на час. Вот что я не люблю делать, так это месить тесто. Вот напишите в комментариях, что не любите делать вы. Допустим, кто-то не любит, я знаю, отделять белки от желтков. Для него это прям катастрофа. Мне нормально. Кто-то не любит мыть посуду. Я вот, допустим, не люблю замешивать, когда все липкое, руки липкие. Поэтому это делает мамочка. Да, я люблю. Во-первых, это массаж для рук. И вкусно пахнет. Вот. Если ты будешь с любовью его месить, красивые куличики вкусные получатся. А если без любви? Тогда они могут подгореть или там невкусные быть. Понятно. Значит, половина... Надо вносить любовь. Что продается в супермаркетах хлеб без любви. Я-то думала. О, смотрите, оно прям на глазах меняется. Такое нежное. Такое липкое. Мы одно тесто уже замесили. Вот оно стоит. Подходит. И это второе. Пока подходят наши куличи, мы решили покрасить яйца. Будем красить 40 штук. 20 мамы, 20 я. У нас вот две такие кастрюли. Единственные, свободные, которые остались. И будем красить чаем каркаде. Мамуля, помощник. Сюда. Идем. Разрезай вот эти штуки. И чай высыпай в кастрюлю. У нас два чая. Нам понадобится два пакетика по 80 грамм. Здесь чуть больше, но надо 80. Так, кидай, кидай. Кидай в печку. Эх, в печку. В печку. Это не печка. Она тебе ничего не испечет. Бросай. Свет, он все в этом? Все, высыпай. Ой, какой аромат. Каркадышка. Даже жалко им красить. Давай высыпай. Сюда? Да. И в другую. Теперь ждем, когда все это дело закипит. А пока я хочу посмотреть, как поживают наши куличи. Все ли у них в порядке. Мы стараемся тут не шуметь. О, как сестра хорошо подошло. Как только чай закипит, туда нужно налить половину столовой ложки уксуса. И все перемешать. И помещаем туда яйца. Белые они должны быть и чистые. Вот эти надписи я стерла 9% уксусом. Мама, клади яйцо на ложку. И отправляем вариться минут на 7-10. Чтобы они были полностью закрыты. Вы только посмотрите, какое у нас тесто. Поднялось, так поднялось. И это еще не последний этап. Ему еще изюм, еще подходить. Вот. А значит, вот эти яйца у меня уже покрасились. В смысле, сварились. И теперь докрашиваются. Будут лежать в этой воде. Пока меня не устроит рисунок. Вот эти тоже сейчас через несколько минуточек сварятся. И я буду выключать. Здесь мы присыпали изюм мукой. Чтобы он лучше прилипал к тесту. И сейчас будем вымешивать. Вытащили тесто на стол. И это только одна порция. Каравай, каравай, как хочешь выбить рай. Я люблю, конечно, всех. Но Сашу, Света, больше всех. Спасибо. Спасибо. Еще мы добавили немножечко взбитых белочков. И сейчас будем изюм добавлять. И, наверное, позовем Сашу, потому что тяжело. Да нет, я замешу. Да? Я на пианицу. Тун-тун-тун-тун. Хорошо, диперпл пошел. Тун-тун-тун-тун. Мамуля, в чем главный секрет вкусного кулича? Теплые ручки, улыбка, доброта. И когда ты вмесишь тесто, ты вспомни что-нибудь хорошее. Вот что-нибудь такое красивое. Что ты вспоминаешь? Я вспоминаю природу, как я отдыхала в Таиланде. Да, у меня прям нравится. И тесто такое, знаешь, так и прилипает ко мне. Ты ему нравишься. Вкусно пахнет, да? Да. Смотрите, как здорово. Такой издобный, такой каравайчик. Чувствуется уже праздник. Однажды мама работала в ночную смену, да, по-моему? Она работала. И мы думали, что не будет куличей в этом году, потому что ее работа совпала как раз вот с приготовлениями к Пасхе на субботу. А в субботу она обычно пьет куличи. Ну и мы думали, ну, наверное, купим в этом году. Но мама пришла после работы в 11 часов ночи после работы, поставила тесто и всю ночь пекла куличи. Мы проснулись в 7 утра и на столе, как сейчас помню, стояло штук 25 куличей всяких разных, красивых, аромат на весь дом. И для меня это до сих пор было чудо. Я вот утром вышла и не могла поверить своим глазам, что человек после работы вот так вот все это дело испек. И яйца покрасила. Одна, сама, час, ночь, два ночи, три ночи. Мама все делала, пока мы искали. Мы были маленькими и даже не знали, что она пекла. Тихо пекла, чтобы не греметь, чтобы не разбудить детей. И напекла. Утром они встали, такие малыши, прибежали на кухню. Мама, откуда это? Я говорю, ты я испекла. Ну ты прям настоящая золушка. Да, нам было вообще удивительно. Мы так обрадовались. Сразу налились молока, чая, начали поедать всю эту вкусность, разносить соседям. Вообще, настоящее пасхальное чудо. Мы месим тесто под классическую музыку. Такая у нас приятная здесь атмосфера. Мы считаем, если слушать красивую классическую музыку, то и куличи получатся красивыми, классическими, такими, какими они должны быть. Знаете, ребят, было в моей воле, я бы всех вас угостила нашими куличами, чтобы мы все ели и радовались. Так, давайте посмотрим, какой получился рисунок о наших яйцах. Что ж, смотрим. Клади, клади на пакете горячее. Вот они сейчас будут немножечко подостывать и будет красивый рисунок. Да, что-то космос. Ну да. Не знаю, нравятся тебе такие или не нравятся. Не нравятся. У нас просто есть еще золотая поталь, такие листы. И мы будем сейчас обжамкивать яйца по талию, и они будут очень красивые. Мы закончили с яйцами. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Просто чудо. Такие драконьи какие-то яйца, причем не обычных драконов, а каких-то золотых. И так много. Есть яички, которые потрескались. Вот там они, отдельно. А вот эти красивенькие. Такое богатство. Маме и мне. И здесь у нас уже кулички пекутся. Первая партия. Смотрите, как они хорошо поднялись. Я их сверху помазала яйцом. Как пахнет, да, вкусно? Волшебный запах. Такой бы ароматизатор для дома. Вот, смотрите, такие некрасивые. Это вторая порция. И тут еще на третью хватит. Первая партия испеклась. Вот так вот они выглядят. Поднялись, даже слиплись. Но поднялись хорошо. Я всегда переживаю, что не поднимутся. Мы так проверили. Вроде готово. Мы практически закончили приготовление к Пасхе. Испекли две порции куличей. Еще у нас немного допекается вот здесь. Посмотрите, как они классно поднимаются. Я даже вам сейчас духовочку приоткрою, чтобы посмотрели, какие они пышные и красивые. Обычно, вот честно, у меня куличи кривоватые, косоватые. И я все компенсирую безе. Я все красивенько замазываю. И никто ничего измечает. А в этот раз они даже без безе получились отличные. А все это благодаря маме и атмосфере, которая сегодня у нас здесь царила. Мне очень понравилось выпекать. У нас получились, мне кажется, замечательные. По крайней мере, за мою практику куличную. Самые лучшие куличи, которые я пекла, ароматные. Мы еще не пробовали. Но я думаю, что они будут очень вкусные. Завтра мы их попробуем. Мама, как тебе весь процесс? Ой, это прям праздник. Божественный, посадленный. Очень красиво. И прямо я с такой любовью. И так было интересно. Мы смеяли, шутили. И все у нас получалось. Потому что, когда ты в дружной семье вот это все делаешь, и как-то все хочется все больше и больше. Что-то придумывать. Какие-нибудь красивые орнаменты, рисунки. Вот. Ну чего? Все слиплось. Спасибо Саше. Спасибо Свете. Что все это мы купили, замесили, испекли. И мама говорит правду. Вот все, что она говорит, так и есть. Беспрекрас. Мне действительно очень понравилось печь с мамой. Потому что, когда я пекла одна, мне, конечно, Саша помогает. Но он периодически уходит работать. Я тоже не могу его целый день держать на кухне. И я одна. Мне немножко грустно, тоскливо и очень тяжело. Потому что это нелегкий труд вот это все мехить и за всем следить. Это большая ответственность, я считаю. Не всегда куличи получаются, не всегда не подходят. И мне кажется, нужно сделать такую традицию в нашей семье, чтобы каждый год печь с мамой куличи. У нас, потому что у нас большой остров. Мы вдвоем расположились, крутили, мяли это тесто. И было вообще очень весело, забавно и душевно. Так что, если у вас тоже есть любимые люди, испеките с ними куличи. Вот у нас, как обычно, каждый печет у себя, потом меняются за 10 минут и все. А как классно было сегодня провести этот день с мамой, с Сашей. Вот всем вместе. Что-то готовили, что-то делали. Сейчас мы все это повезем в поселок. Половину. Половину я себе заберу, половину мама отвезет домой. Мы сейчас отвезем и деревья, которые купили, и куличи. И будем угощать папу. Он там за хозяйством следит. Я думаю, ему тоже очень-очень понравится. От всего сердца поздравляем вас с праздником Светлой Пасхи. Я желаю, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен счастьем, радостью и хорошими новостями. Только хорошими новостями. Чтобы одна новость была лучше другой. И что ваше сердце всегда переполнялось добром, светом и любовью ко всем окружающим людям. Вас очень сильно любим. Огромное спасибо, что посмотрели этот выпуск. Если он вам понравился, показался душевным, хотя бы чуточку поднял вам настроение, то поставьте нам лайк. Они сейчас как никогда нужны, как никогда цены для нас. Напишите добрый комментарий. Подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.